Здравствуйте! Вы смотрите программу о деятельности волжских депутатов Дума о главном. На этой неделе по инициативе народных избранников прошли депутатские слушания на тему прогнозов финансово-экономического развития города на ближайшие годы. В разговоре приняли участие руководители мэрии, Думы, финансисты, представители общественности. Сразу стоит отметить, что обсуждения статьи доходной расходной части бюджета 2013 года не было, поскольку окончательные цифры не приняты еще на уровне региона. В настоящее время над проектом бюджета Болгоградской области работает согласительная комиссия. В ее состав вошли депутаты регионального парламента и представители областного правительства. Один из ключевых моментов – снижение доли муниципалитетов от собираемого на территориях налога на доходы физических лиц. Цель этой комиссии одна – утвердить или оставить распределение дохода на налоги физических лиц в той пропорции, в которой она есть, или уменьшить нашу долю городскую на 5%. Бюджет при этом недополучит 162 миллиона рублей, которые для нас – это огромная сумма. Впрочем, есть защищенные статьи бюджета, которые будут исполнены на 100% при любом развитии событий. Это заработная плата, коммунальные расходы, налоговые отчисления. А вот о каком-либо развитии городского округа речь, к сожалению, уже не идет. Денег на это не останется. На территории города Вовска собирается порядка 14 миллиардов рублей. Сегодня распределение составляет, что 18% – это наши собственные доходы, еще 12% нам возвращается в порядке субвенций. Это на оплату субвенций и субсидий на управление образованием, управление культурой. Значит, вот это порядка 30% от той суммы. В ходе докладов, прозвучавших на ослушанник, была отмечена тенденция увеличения доходной части бюджетов областного и федерального уровней. А вот казне муниципалитета подобная динамика не свойственна. При том, что с каждым годом в Волжском достаточно успешно производится сбор различных видов налогов. Налог на имущество физических лиц ожидается, что поступит в объеме 100%. Доходы от аренды земельных участков будут несколько периодов на 104%. Доходы от аренды муниципального имущества будут выполнены более чем в два раза, что связано с определенной динамикой в наших отношениях с крупным арендатором Лукоил ТТК. В этой связи депутаты Волжской городской думы неоднократно поднимали вопрос о необходимости пересмотра межбюджетных отношений в сторону увеличения процента налога на НДФЛ, оставляемого городу. Удастся ли этого добиться, покажет время и новый проект бюджета, который в скором времени поступит на рассмотрение народных избранников. Впрочем, каким бы ни был главный финансовый документ, принципиальные статьи расходной части народные избранники намерены сохранить. Также по итогам прошедшей слушаний был подготовлен ряд рекомендаций, адресованных мэрией. Направить в адрес Волжской городской думы расширенный список предложений по увеличению доходной части бюджетов. В частности, там требуется дополнительное финансирование, чтобы провести инвентаризацию незарегистрированных объектов недвижимости, провести их постановку на учет, что позволит гораздо увеличить налогособираемую базу для бюджета города Волжского. Также народные избранники порекомендовали мэрии увеличить собираемость собственных доходов, в частности, в рамках программы приватизации, и налогов, которые в полном объеме остаются в казни города. Речь идет об аренде на землю и земельном налоге. Спикер представительного собрания Волжского Евгений Пыльев провел выездной прием. Местом разговора с горожанами стал опорный пункт полиции в 17-м микрорайоне. Поводом для приезда спикера городской думы стал конфликт, который разгорелся между двумя соседскими семьями, проживающими по улице Мира, 33. Узнал Евгений Александрович об этой затянувшейся ссоре несколькими днями ранее на приеме граждан по личным вопросам, которые он проводил в здании думы. Пообщавшись с ними, Пыльев высказал надежду, что с помощью участкового проблема обязательно будет решена. Воспользовавшись случаем, председатель думы поговорил с сотрудниками полиции об особенностях службы, с которыми он сам хорошо знаком по своему избирательному округу. У меня округ – это поселок, частный сектор. А в частных секторах там работают участковые. Вон там и папа, и мама, и дедушка, и бабушка. Все идут за советом, за помощью этой участковым. Численный состав местной полиции подвергся серьезному сокращению в ходе реформы. На работающих сотрудников вложится повышенная нагрузка. К сожалению, скудность бюджета не позволяет в один момент приобрести и установить несколько десятков камер видеонаблюдения. Но даже постепенная реализация программы «Безопасный город» могла бы стать хорошим подспорьем в работе полицейских. Поэтому основная надежда сейчас на их опыт и профессионализм. К примеру, введение этого опорного пункта полиции – 16, 17 и 18 микрорайоны. Это около 20 тысяч жителей. Основными проблемами, с которыми сюда приходят граждане, являются семейные бытовые конфликты, дебоширство, пьянство. Я считаю, что это очень такая тяжелая и ответственная служба, где надо быть всем – и врачом, и милиционером, и учителем. Помогать участковым в их непростой работе наш долг, отметил председатель Думы Евгений Пыльнев. Со своей стороны он высказал намерение расширить опыт подобного сотрудничества и подключить к нему всех депутатов в представительном собрании. Работа при клинике номер 6, расположенной в поселке ЛПК, стала темой обсуждения на заседании депутатской комиссии по социальной политике и здравоохранению. Ее председатель Татьяна Бухтина побывала в лечебном учреждении. Поводом для визита стала жалоба Натальи Исаевой, местной жительницы. Детского логопеда я искала по всему городу. А в лаборатории у нас попалась ситуация, что лаборанты не работали, некоторые болели, некоторые уезжали куда-то в отпуск. Сегодня лаборатория работает в штатном режиме, да к тому же на новом современном оборудовании, приобретенном на средства бюджета. Также благодаря муниципальной поддержке в поликлинике удалось сделать ремонт. Медучреждение сияет чистотой благодаря стараниям коллектива и главного врача. Однако положительные перемены в лечебном учреждении так и не позволили решить проблему нехватки специалистов узкого профиля. Здесь квартиры даже предлагают, но не все сюда идут, потому что, во-первых, удаленность от городской жизни. Во-вторых, небольшая зарплата, потому что от количества жителей, естественно, зависит и заработная плата. Поэтому найти хорошего квалифицированного специалиста бывает трудно. В итоге, чтобы попасть на прием к лору или окулисту, жителям ЛПК приходится ехать в Волжске, предварительно взяв талон в местной регистратуре. У меня талон есть на 3 часа, на 3, 20, на 4, на 5, на 6. Как удобно вам я могу, пожалуйста. Талоны всегда есть в наличии, однако всех прекрасно понимают, что поездка в транспорте для больного человека – задача не из приятных. С такими же сложностями приходится сталкиваться пациентам и при прохождении плановых медосмотров, в частности, диспансеризации подростков до 14 лет. Нам приходилось детей организовать со школ, с трех школ, это 15-я, 16-я, 7-я школа, вести договариваться с главными врачами детских поликлиник, всех этих узких специалистов там уже проконсультировать, и детей обратно без происшествий возвращать. Это проблема, конечно. И все же коллектив 6-й поликлиники вместе с главным врачом верят в лучшее. Удалось ведь Сурханяну зазвать на ЛПК опытного хирурга из Ростова. Теперь к этому специалисту пациенты едут даже из Волжского. Есть планы продолжить ремонт, заменить входные двери или нолиум в коридоры. Все получится при условии, что финансирование сохранится в прежних объемах. Естественно, нужны дополнительные средства. На сегодняшний день, когда уже перейдет в юрисдикцию области, я думаю, что городу нельзя устраняться от помощи лечебным учреждениям и находить где-то средства и в нашем городском бюджете, чтобы какие-то моменты сложной ситуации снимать. Депутаты фракции КПРФ в Волжской городской думе провели очередной прием граждан-посетителей. Приходили не только с личными проблемами. Александр Георгиевич Спиридонов пришел хлопотать за своих подопечных, инвалидов 22-го микрорайона. В канун предстоящего праздника он собрался проведать тех, кто из-за тяжелой болезни не встает с постели. Какие глаза у них сверкают? Вы призадумались об этом? Поэтому я в силу своих возможностей буду ходить и навещать все, ну, как говорится, партии, чтобы для моих инвалидов была хоть что-то, помощь какая-то. Галина Константиновна Демина пришла со своим вопросом. Может ли депутат оказать помощь в приобретении школьной доски и проведении ремонта в кабинете, где учится ее приемный сын? Класс этот не совсем обычный. Его сформировали в 27-й школе в нынешнем году из ребят, которые воспитывались без родителей. В частности, в приюте матушки Евгении. Я вам постараюсь помочь. Может быть, не все то, что, например, в этом году, то, что вы захотели, но какие-то там одну-две единицы мы в этом году приобретем. Тематика обращений разная, отмечает депутат, однако чаще всего требуется финансовая помощь. Помощь в приобретении продуктов питания, помощь в приобретении одежды, помощь в каких-то вот жизненных ситуациях. Много людей приходят с проблемами по ЖКХ. Очень много нареканий на управляющие компании. Вопросы оказания юридической помощи для пожилых людей мы обязательно обсудим с депутатами фракции КПРФ, Волжской городской думы, подчеркнул Щевелев. Учитывая, сколько проблем у горожан возникает только по коммунальной сфере, подобная поддержка будет весьма кстати. 3 декабря будет отмечаться Международный день инвалидов. Накануне этого события руководитель фракции ЛДПР Юрий Чекалин побывал в городском выставочном зале, где встретился с художниками Волжского. Поводом для встречи с депутатом послужило открытие в выставочном зале необычной экспозиции. Свою работу здесь представили около 30 участников третьего городского фестиваля творчества инвалидов «Мы верим в жизнь и торжество». В числе 200 представленных экспонатов – поделки, вышивки, картины. Автором шести из них является Владимир Васильевич Трегуб, завоевавший, кстати, третье место на конкурсе. «Люблюсь заниматься. Если бы я этим делом не сомневался, я, как по-флотски, давно бы уже в деревянном бушлате был, а так, я сказал, не дождутся. Я работаю, пока руки работают, хоть один глаз, но видит, работаю». Замечательные экспонаты представила нас у зрителей жюри Зинаида Филипповна Иванникова. Ее творческая амплуа – вышивка крестом. Причем любимое дело является для мастерицы настоящим смыслом жизни. «Я настолько увлечена этой работой, что каждую минуту я посвящаю вот именно место физкультуры даже. Это вот ошибка моя, но встала, как говорится, с постели и села. Вот чуть-чуть поработаю, а потом все остальное». Люди, имеющие проблемы со здоровьем, нуждаются в помощь, отмечает руководитель фракции ЛДПР Юрий Чекалин. «Помогать нашим инвалидам, волжанам, посещать различные культурные мероприятия. То есть нужно выделять обязательно транспорт постоянно, чтобы было социальное такси в нашем городе». Инициативы депутатов фракции ЛДПР обязательно будут реализованы при утверждении бюджета будущего года, уверен Юрий Чекалин. Реализация социально значимых вопросов – приоритетная задача народных избранников. На этом наша программа завершена. С вами был Игорь Морозов. Всего вам самого доброго.